Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить с ума. И, собственно, мы в прошлый раз прибыли на это место, на вот такой штуке грузовой. Пообщались с Кэтрин на тему того, насколько мы сейчас чувствуем, все роботом, будучи и так далее. Ну, кстати, чисто в теории, чисто в теории, возможно, что, может быть, мне кажется, что мы вообще не робот все это время были, а может и он. Я не знаю, к чему этот сюжет, честно, приведет. Ого, какая она большая станция. Так, окей, воспоминашки. Страски, разбудите доктора Мастер, с нами Акерс. Что такое? Да, как сказать, тяжелый у него день. Боже мой, как ему досталось от осколков. Не у него всего искром сала. Брэн, это ключи переключатель на костюме, надо кислород поберечь. Шутишь, что ли? Он же едва живой, надо его перенести. Страски, готовьте лазарет, надо поторопиться. Стоп, где Комараби и остальные? Это все, кто есть? Они, наверное, еще на дельте. Эм, я один не смогу, бери с другой стороны. Страски, все, мы идем. Ладно, до встречи. Так, в итоге никто не прибыл сюда, что ли, или что произошло? Что за крик такой? Или он всех уничтожил в итоге? Ладно, давайте потихонечку изучать. А, я думала, это какой-нибудь этот компьютерный штучек, который можно изучить. Нет? Рыба так плавает. Не откроется, да? Как будто звук какой-то оттуда был. Вон, смотрите. А, ну это он и есть, на котором мы прилетели. Хорошо. Просто показалось, будто большая зараженная фигня. Что здесь с таким звуком? Ну, ладно. Прикольно. Ландшафтный дизайн. Так, ну, допустим, я вот так сзади по кругу отбежала. Сейчас еще что справа находится, узнаем. И будем потихоньку двигаться к базе. Вот смотрите, светяшек здесь много. Поэтому к ним подойдем в первую очередь, конечно. Изучаем все на предмет разных записочек и так далее. Лен, как же прикольно. Вода светится разная. Сара, вы там? Кто там? Кэтрин? Я работаю. Я просто хотела сказать спасибо. За вашу помощь. Да ладно. Не стоит. Но вы и сами бы могли. Нету троймора таких прав. Можете смело его дальше посылать. Я просто не умею. Я так. Но за других же вечно прятаться не получится. Вы очень умный человек, Кэт. Мне до вас как до луны. Но надо вы как будто в себя уходите. Раз, и я словно с пятилеткой говорю. Тяжело уже. Я другой быть не могу. Все поймут, что я притворяюсь. Еще не поздно найти себе поддержку. Вы нравитесь страски. И мне тоже. И Рид. Страски все нравятся. Тоже верно. Стоп. Вы сказали, я нравлюсь Рид? Кэтрин, да много кому. Надо просто открыться людям и стать дружелюбнее. Нужно я продолжу работу? Ну, ни к чему у меня два выговора за один. Ладно. Увидимся внутри. Выговоры. Вечно я оговариваюсь. Это просто невыносимо. Как-то мне надо свою речь, конечно. Ну, на самом деле, с этаплейами моя именно речь стала получше. Устная. Хоть все равно, когда я пытаюсь над этим сосредоточиться и подумать об этом, то у меня сразу же все валится из рук вон. Потому что я начинаю нервничать, пытаюсь подобрать слова, как-то более правильно сформулировать предложения. У меня вообще большие проблемы с тем, что я редко, когда делаю короткие предложения. И если заметите, даже сейчас я просто наговариваю, 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 не могу остановиться. И, собственно, именно в этом наибольшая проблема, потому что мне очень сложно как-то емко и кратко изложить свою мысль, и при этом еще и не пустить ее, не уйти куда-нибудь дальше в своих размышлениях, в мыслях и оставаться, скажем так, на одной волне с темпом своей речи. Ну вот, потому что мысли у меня куда быстрее идут, к сожалению, или к счастью, не знаю. Вот, но для озвучки это немножко сложнее. Что ж. Включено? Меня все слышат? Говорите, Стром. Внимание всему персоналу. Проект Ковчег вызвал в последние месяцы немалые разногласия, и я не стану делать вид, вот и понимаю, что там нес Саранг, и с какой стати, и ради... Ему надо было убивать себя ради непрерывности. Послушайте, бога ради, черта ради, это чего угодно ради, не убивайте себя, если так сейчас плохо. Не надо заставлять друзей за вами кровь вытирать. А вы покойтесь миром. Хорошо? Отлично, сэр. Так, все, представление окончено, за работу. Я смотрю, многие просто попытались самоубиться в итоге. Ну, это риски. В принципе, нельзя обвинять людей за то, что у них психика оказалась к этому не подготовлена. В принципе, у кого она будет подготовлена к этому, правильно? Мы с вами можем только рассуждать, а когда мы окажемся на этом месте, никто не знает, как мы будем себя вести. По сути. Может, лучше, а может, нет. Так. Ой. Это что за механизм такой? Не, он прикольно работает, но... Блин, у меня стол кончается на этом моменте с мышкой. Ну-ка. Во. Стол закончился просто. Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. Озвучка я имею в виду не то, что прям реплики, но озвучивать персонажа. Ну, и там тоже у меня проблем полно. А именно своих каких-то мыслей и рассуждений. Так. Ну, во всяком случае, там все затоплено. Давайте еще справа пойдем. Это все, да? Спасибо, Кэтрин. Стоп. Я уже тут? Оу. Эй? Кто это? Марк? Нет. Мы не знакомы. Это как чек? Думаю, мы в безопасности. А я беспокоилась, что что-то не так пошло. Как вас зовут? Робин Басс. Молодчик с станции Теда. Приятно познакомиться. Как вы сюда попали? Меня просканировали, как и остальных, а потом я себя убила. По крайней мере, я так думаю. Сама не помню. А как так получается, выпадаете в ковчег после смерти? Да вы явно не стеты. Сейчас угадаю. Омикрон? Я заметила, что Кэтрин сможет вас просканировать. Вам повезу. На ТЭТе об этом много говорили. Смысл в том, что когда вас активируют ковчеги, вас фактически становятся двое, так? Один человек и один компьютерный образ. Вы не хотите, чтобы вас пережила ваша копия, а вы сами хотите выжить в ковчеге. Если ваш человеческий облик умрет перед началом сканирования или вскоре после него, вы продолжите жить в ковчеге. Потрясающе, да? А почему бы эту копию мне жить? Это Кэтрин вам предложила себя убивать? Кэтрин Чжун? Нет, вы не понимаете. Она просканировала нас, помещала образы в ковчег. Надеюсь, я скоро смогу с ней встретиться и извиниться. Я всегда доставала со строймора, когда кто-нибудь убивал себя. Думаю, она не в обиде. А где все? Я думала, тут будет человек 40-50. Я не знаю, если увижу, кого скажу. Робин, я не знаю, как вам сказать. Что? Это... Это здорово, правда? Я про ковчег. Да, здорово. Кэтрин и ее команда молодцы. Они всех нас спасли. До встречи. Хорошо. Я пойду. Если кому найдете, скажите. Вы в порядке? Думаю, да. Все нормально. Все, да? Больше не дает с ней поговорить. И я могу ее, типа, отключить от этой штуки. Боже, что вы делаете? Прекратите, пожалуйста. Может, не надо было это делать? Она тогда останется здесь одна навеки. Может быть, в конце мы тоже так останемся сидеть, и нам никто не поможет уже. Грустно это все. Так, а что... А, тут мы были как раз хорошо. Сложная, моральная иногда игра. Прямо. Давит на больную. Жаль, что герой не может быть с ними честным до конца. Ну, теперь, когда хотя бы уже узнал, в чем дело, да. Доступ разрешен. Данбет. Воду спускают. Интересно, что все эти механизмы ничем еще не поросли и до сих пор свободно функционируют, не прожжавели. Ну, хотя, база рассчитана на то, чтобы быть под океаном. Может быть, какие-то... Есть технологии для этого, я не в курсе. Есть кто-то? Что ж, Катерин, мы нашли до этого. Чуть подлагивает, потому что игра пытается прогрузиться и сохраниться. Так, здесь ничего. Вряд ли здесь кто-то будет. Все вон в каких-то аж метках кровавых. Что это? Понятно. Дальше пока доступ будет запрещен. Сюда не потыкать. Может быть, надо будет сейчас что-то туда зашвырнуть. Ну, это мы у нас учили в начале игры. Так. Допустим. Ой, как все сохранилось. Ну, здесь, я так понимаю, воды-то и не было. Только в шлюзе, получается, да, вот этот переходом. Компьютер работает. Камера есть. Давайте ее вставим. Мы здесь? Мы здесь, отлично. Пора убрать, угнать сабмарину, как только сядем в Дамбет, нас не остановить. У нас тут много разных машинных механизмов, а этот чем такой особенный? Это единственный транспорт, который может погрузить в бездну и не смяться, как консервная банка. Если он такой один, как вообще, как Чеков, оказался в бездне. Это хороший вопрос. Видимо, они пошли сложным путем, пешком. Не думала, что так тоже можно. Кэт, а каково находиться в Ковчеге? Это как кино, виртуальная реальность? Нет, конечно. Это, ну, как настоящая жизнь, только немножко лучше. Приятная температура, чистый воздух, хорошая погода. И что, почти все в Ковчеге ходят, делают вид, что они в реальном мире? А делать вид не надо, там полное погружение. И он самоподдерживается? Да, если прикрепить зону к зону с солнечными панелями, можно же тысячи лет. Потрясающе. Подумать только о всей Земле, конец, а мы теперь идем, чтобы спасти остатки человечества. Это... Это... Подвиг? Как минимум, достойное дело. Вот он, Дамбет. Ох, черт, так я знал, не может быть все так хорошо. Что такое? Он... на карантине? Минуту. Нам нужен код доступа. Очень все плохо? Ну, как сказать, на бумажках мы их не пишем. Может, тут кто-нибудь есть, он нам скажет? Ну, да, будем надеяться. Я открою вам другие двери, чтобы вы могли осмотреть станцию. А там снаружи девушка была. А о ней никто не хочет ничего сказать. Не? И мне еще показалось, что персонажа как-то пол сменился в реплике. Но надо найти кого-нибудь, кто знает код, только так вот можно запустить Дамбет. Найдите кого-нибудь, кто знает код доступа. Так, статус станции. Это все системы работают. Корпус внутреннее, покрытие в исправности, приблизительно 99%. Броня в исправности, приблизительно 84%. Поддержание жизнедеятельности, НИО. Воздух чистый, средний, температура 13 градусов, давление 2102 бар. Последняя проверка 2104-01-16. Карта главного уровня. Black box beacon. То есть, возможно, мне вот эти все места посетить надо. Кажется, все ваши друзья спустились вниз. Зачем бросать ворота? Если в дообитание, как странно, не нравится мне это. Потому что здесь есть какая-то дичь. Это главный модуль. Персонал. Так, Альваро Эмэксперт по астродинамике. Баса Робин, наладчик. Мертва Чунг Кэтрин, инженер по интеллектуальной... Интеллект-системам пропала. Гранж Дэд, Дориан, заведующий делопроизводством мертв. Дэвид Джессик, инженер-строитель мертва. Дефрейн Хоакин, наладчик. Ничего не написано, видимо, жив. Эван Шон, тоже жив, возможно, наладчик. Фишер Мартин, обезчик мертв. Фор Курриан, макетно-чанец станции, жив. Рост Мэтью Эксперт по биомеметике, возможно, жив. Хилл Джаспер, координатор ПО пропал. Ивашкин Николай, системный архитектор пропал. Камараби Мэгги, оперативное реагирование. Ой, короче, здесь прям много кто пропал, кто мертв. мертв. Я не буду, наверное, всех зачитывать. У гостей. Тоже, кто жив, кто нет. Непонятно. Пойдемте погуляем по станции. А, это я тебе по свету включила. Прикольно. Это было очень мило. Чего? Чего-то пугать-то. Ой, там темнота-то какая. Да ё-моё, сейчас такие криповые места. Ладно, целый тоннель. Не сильно позитивный, если честно. Итак, я выключу фонарик, пожалуй. Почему они все ушли с этого этажа? Я тоже не понимаю, прямо все разом снились. Или снялись. Вы меня поправляете, если что, в комментариях. Я не обижусь. Но игра классная. Вот. В этом, я думаю, наше мнение будет единым. Годишься ли? Что такого интересного? Внизу у лаборатории, кабинеты, может, станция ШАН? Сходим проверить? Не надо, у меня плохое предчувствие. У меня здесь целый отсек. Здесь я делала сканирование, и все другие, наверное, тоже. Вы не помните? Я сканировала первый, надо было проверить сканер, прежде чем раздавать обещания. Страстки, ответьте, нужна помощь в лаборатории, комната сканирования. Что случилось? Конрад убил себя после сканирования. Боже мой, как? Мазера, что теперь делать? Я должна сказать Стромейру. Нет, пожалуйста, я почти закончила. Стромейру закроют проект Ковчек. Я не виновата, что люди убивают себя. Кэтрин, что вы предлагаете? Вы же не будете тайкону наноситься с лаборатории тела в 120 килограмм? Ну да. Кэтрин, вы в порядке? Совсем нет. Блин, свалили что-то на нее подобные вещи. Жесть какая-то. Ошибка подключения. Идет проверка источника. Код ошибки. Невозможно подключить к серверу. Призагрузите маршрутизатор, он находится в хранилище под этажа. И освежитесь со службой техобслуживания. Понятно. Понятно. А, понятно. Что? Я хочу убедиться. нанкомп. На нами композиция. Типа сжатой данной нейрограммы на Кодзимы. Подолжительное время 21... 22 миллисекунды, наверное. Я не знаю. Дата сканирования 12 марта 2014 года. 2014 года. Исследователи щенок отжима. Объекты именно нами. По-женски. Дата рождения 11 декабря 1997 года. Дата смерти 17 июля 2021 года. Месторождение Японии. Но это что-то из нашего времени. При этом мы можем стереть данные. Берг. Материалы Пейс. Берг. Тип сжатой данной нейрограммы на Кодзимы. Продолжительное время 6 миллисекунд. Дата сканирования 28 апреля 2015 года. Исследователь Дэвид Мунши. Объект Пол Берг. Пол мужской. Дата рождения 27 ноября 1984 года. Дата смерти 2 августа 1969 года. Месторождение Канада. Мунши. Материалы Пейс Мунши. Дэвид Мунши? Как это? Что это? Что это? Тип сжатые данные нейрограммы на Кодзимы. Продолжительное время 4 миллисекунда. сканирования 28 апреля 2015 года. Исследователь Пол Берг. Объект Дэвид Мунши. Пол мужской. Дата рождения 2004 октября 1970 года. Дата смерти 23 мая 2078 года. Месторождение Канада. Почти сутку лет прожил. Как-то странно. Сами себя сканировали. Джаред. Кэт, что это? Откуда у вас мой файл? В один из шаблонов доктора Мунши. Устаревший образ. Охренеть, да? Материалы Пэйс Амон Джаред. Тип сжатые данные нейрограммы на Кодзиму. Продолжительное время 5 миллисекунд. Дата сканирования 2 мая 2015 года. Исследователь Дэвид Мунши. Объект имя Саймон Джаред. Пол мужской. Дата рождения 16 июля 1988 года. Дата смерти 1 июня 2015 года. Оу. Место рождения Канада. Аудиозаписи после сканирования. Так, вот и все. Угу, весело было. Это хорошо. Проект еще разработки, так что так много было огней. А что теперь? Мы с Полом будем запускать тест, нужна примерно недели, а потом начнем разрабатывать алгоритм для вашего лечения. Волную еще новость. Жду и не дождусь, когда вернусь в мир живых. Пипец какой. План 20 мая 2015. Мы все подготовили, все законно, приучились доктор Пик и профессор Вэй. А, отличная новость. Практически те же будете принимать эксперименты утрам и в общем все. Пол разработал диету, там разные варианты советов попробовать. Можете продолжать физиотерапию еще раз, два дня, дополнительные кардиотеринбурки. А, не все так просто. Не волнуйтесь, тут нет сложностей. Будем рассматривать раз в неделю и те, что сможем изменить план. Ну, судя по всему, мы все-таки умерли, да? Последняя запись 1 июня 2015. Модель была надежная. Должна была сработать. Это не ваша вина, Дэвид. Как бы я хотел, чтобы все вышло иначе. Да, и я тоже. Я же должен был вас спасти. Ну, зато вы мой мозг записали. Может, пригодится вам еще. Не исключено. А вы не возражаете, если я в своей работе использую? Конечно. Это ж, можно сказать, часть меня сохранится, как дональдский орган. Знаете, что хуже всего в смерти? Что? Авария, все, что было потом, травма мозга, вы, все вот это. Я даже жить насыщеннее стал. Начал думать о том, о чем раньше было недосуг. Я никогда еще так не ценил жизнь. Напрасные надежды. Пипец какой. сотрем данные об этом. Достанем только себе. хотя стоит для самого мунша стирать. Ну ладно. Что-то устаревшее угрозь. Давний шаблон для создания и любой уважающий себя инженер их сейчас уже не использует, но они хороши для обучения, а не входят в комплект набора для разработки. Значит, образ моего мозга стал шаблоном для искусственного интеллекта. Вы можете гордиться. Вот и вся тайна. Ни магии, ни путешествия во времени. Я все время был здесь, ждал, когда кто-нибудь загрузит с моего мозга в костюм и нажмет кнопку питания. Ну, как бы пипец. Понятно. Грустно, наверное, вот так вот себя внезапно осознавать. Не, не будет, да, здесь никакого подключения. Окей, да. Добро пожаловать в мою квартиру. Когда я начала проект Ковчег, я тут практически жила. Уютно. Тоже маршрутизатор надо поперед подключить. Окей. Че-то взяли. Типа сюда вставить можно? Надо исправить подключение к мейнфрейму. Так, что, подождите, написано было, перед загрузкой. Видите, может, идти за от руки. Здесь ничего такого не написано. Ну, ладно. Ну, часть я уже нашла. Здесь я собиралась хранить образы для Ковчега. Не похоже на мой устаревший образ? Нет, у вас были плоские, если можно, так сказать, менее динамичные. Спасибо. Прямо гора с плеч. Угу. Так. Стрёмная комната, из-под которой кровища там. Так, ладно. Значит, сюда идём. О, светлая внезапно. Зачем так пугать? Сэймон. Сэймон. В последнем отчёте персонал упоминает о борьбе с неким подручным. Подручный, которого мы убили, был слеп, как и Акерс, но он слушает. Осторожно, в узоре этому заметили ещё двоих. На что они похожи? Точно не знаю, наверное, часть она людей, раз на расстоянии приема от заработников станции. Высокие, тёмные, без лица, кажется, примерно так они выглядят будто дуночеку. Класс. Меня уже напугали. Вы чё вы хотите? Я, вероятно, опять здесь буду убирать и не один раз. Есть кто-то в туалете? Мастеревший образ, который был на компьютере, для чего вы его использовали? Это шаблон, в основе которого уже есть некий интеллект. Так что, для того, чтобы посмотреть ИИ, мне не нужно изобретать за новостью модели, можно создать научиться на конкретном применении ИИ. А все ИИ осознают себя? Они все считают себя Саймонами? Что? Нет, Саймон, не волнуйтесь. Если думаете, что мы просто полечаем людей в роботов, машины и выпускаем их на волю, нет, это было бы очень жестоко. Все не так, по крайней мере, раньше было. Полностью разумная машина считает себя людьми и это определенная новинка. Но, как в чеках вы сохранили разум? и мне, конечно, пришлось собретать метод саново. Так, закрыто. И это Сокрадо. Что-то должно случиться с этими туалетами. Значит, вы не боитесь, что тут есть другие Саймоны? Или Кэтрин? Вовсе нет, Саймон. Ну, в самом деле. Некоторые мысли лучше не озвучивать. Лифт. Что за пипец, почему эта игра постоянно меня пытается напугать? не говорите мне, что это хоррор. Интересно, что подумал бы настоящий Саймон, если бы узнала бы меня? О чем вы? Вы же знаете о себе? Я имею в виду реально Саймон. Человек. Судя по вашей реакции, он был бы очень расстроен. Пипец просто меня постоянно пугает. Постоянно пугает. Что это такое? Ладно. Потому что мяч мне кинули. Может, они хотели оставаться рядом со станцией Шарландового Суча, если что-то не так пойдет? Просто прямо из головы не идет. Я просто беспокоюсь за коллег. Да, они все заперты. Я могу включить свет? Да, спасибо. Тачка. Мне так нравится, как эти лампочки выключаются. Я не могу. О, болгар. Так. Ну, конечно же, я в любом случае встречу всяких этих чертей. В любом случае. Семья. Трое детей. Как мир-то изменился. Так, занесем это сюда. На один мастерс. Что-то звук здесь мутный какой-то. А, туда не могу. Мэгги Камарэби. Не могу пройти. Бранда Вон. Окей. Кэтрин Чан. Ее сделать? Эй, это моя комната. Хотите, я возьму что-нибудь на память? Нет, это просто воспоминания. И я, пожалуй, закрою. В смысле, просто воспоминания. Ой, какой миленький. У вас мишка сломался. Тоби всегда ломается, голова перевешивает, он постоянно падает. Когда-то она была человеком. Ты шикантель. Я уж сниваюсь, что вы надеете что-то полезное. Ну, все равно ты была рада этой комнатке. Эм, твоя одежка. Немножко. Валяется. А что, я саму сражен полету из-за океана что-то вырубили? А, вы об этом? Это часть Вивария, проект Рид. Это долгая история. Не будем. Обыскать мою комнату необязательно. Пойдемте дальше. Красивый веер. Спасибо напоминать меня в Тайбэе в родном городе. Что я еще могу взять? Она на многое реагирует, кстати. Это очень интересно. У вас много игрушек. Чистый ящик для расчески. Чистый ящик для игрушки, которая вываливается, судя по всему, фарфоровая. Я думаю, надо идти дальше. Нет. Я порой из твоих вещичков женщина. Чего? Стопсел. А что это? Может, она прокомментирует? Ножницы. Ящики для чего-то одного, это прекрасно. Нет, не надо притряхивать все мои вещи. Куколка. Встань. Дневник. 6 июня 2103 года. Эмоджин Рит испытала сегодня эту машину. Видно, что над ней поработала Нио. А, кстати, назад, подождите. А. Видно, что над ней поработала Нио. Что более важно, машина была собрана достаточно примитивно, будто ее создатель хотел, чтобы Нио смогло ее воссоздать. При активации машина проанализировала комнату и саму Рит. При этом Рит была просканирована и загружена в виде симуляции прямо в цифровом пространстве. Это зрелище шокировало Рит, а симуляцию пришлось прекратить. Сколько сильно эта машина похожа на мою собственную виртуальную капсулу. 14 июня. После изучения той машины, которую испытывала Рит, я назвала ее Виварией. Стало ясно, что Нио скопировала схему моей капсулы, чтобы создать окружение, в котором удерживается симуляция Рит. У наших проектов много общего, но есть одно различие. В моей капсуле обитают моментальные образы, собранные нейрографом, а мозговой образ Виварией живет и развивается. Он не ограничен тем содержанием, которое было получено при сканировании мозга Рит. Образ Рит в Виварией и ее идеальная копия. 21 июня. Да, я смогу спасти человечество, я смогу построить капсулы искусственной реальности, в которые поместятся все жители базиса 2. Я не поняла до конца, как работает Виварией, но я могу скопировать технику сканирования Нио с помощью кресел-пилотов. Они уже подготовлены и оснащены подходящими электромагнитными барабанами. 22 июня. Все оказалось проще, чем я думала, ведь кресла пилотов созданы с учетом дифракции, могут выдержать поток энергии, необходимый для захвата сканов. Подозреваю, Нио уже давно использовала их, чтобы тайком сканировать нас. Тогда понятно, откуда взялись пересмешники. Видимо, Нио тайком просканировала людей, работавших на креслах пилотов, и взяла их сканы за основу машинного интеллекта для роботов. 3 июля. Выставка команды ознакомилась с проектом, на удивление они отнеслись к нему очень положительно. Мы официально начали собирать ковчег. Нам нужно будет просканировать всех оставшихся людей и загрузить их сканы в капсулу, а потом мы запустим их в космос из космической пушки. Приятно думать, что человечество продолжит свое существование вот так. 12 июля. Марк Саранг убил себя после сканирования. Он говорил, что так следует поступить всем нам, что это каким-то образом поможет нам попасть в ковчег. По-настоящему не уверена, что это сработает. Пошли пересуды, теперь в его смерти все почему-то винят меня. Стромейр мной недоволен. Надеюсь, все трясется. Жесть. Верт капсулам. Ричел Даймл мне набор и шаблонов, которые я никогда не видела раньше. Попробовала установить один из них, чтобы у капсульной Кэтрин и ее банда устаревших сканов появились новые друзья. Новый способ симуляции турбулентности заметно улучшил погодную систему. Воспроизвела там Рид, получилось плохо. Попробую с Рид заново. Рид плохо сочетается с остальными, она слишком реальная. Да вы еще там и отбираете как бы типа слишком реальный, нереальный, ни хрена себе. Жестко немножко. Джевит Гоя. Джон Стромхейр. Марк Саранг. Так, никого? Отлично. Больше всего страшно, что кто-то сюда просто зайдет. Вы знали, что в человеческом деле до 75 триллионов отдельных клеток? Обычно они не отстаются с нами до самой смерти, а живут от нескольких дней до нескольких лет. Их жизнь коротка, но на нас это не влияет. Несобирающие клетки заменяются новыми. И вряд ли кто скажет, что это лишает нас вечности, а ведь мы находимся в процессе постоянного изменения. Как же мы остаемся сами собой? Непрерывный поток мыслей и восприятия сохраняет единую цепь нашего восприятия. Наш разум не слепок с мозга, а продолжительная непрерывная сущность, основанная на этом слепке. Населяя ковчег, доктор Чун фиксирует момент нашего существования и помещает его в цифровой мир. Скоро вы и ваши цифровые копии будете существовать раздельно из-за того, что ваши пути разойдутся, но на крошечный промежуток времени вы станете одинаковыми. И если сохранить непрерывность, новая жизнь станет полноценной, и чуть не менее реальной, чем та, с которой она создана, помните, вы – это не ваше тело, вы – независимая сущность. Просто так случилось, что эта сущность находится в двух местах сразу. и если вы устраните свое тело, то останетесь в единственном верном для себя воплощении в мире внутри ковчега. Пусть ваше тело умрет, а вы будете жить в цифровом краю с рейезвезд. – ну, это достаточно эгоистично, то, что вы в итоге с таким, ну, пренебрежением, скажем так, относитесь к своим оригиналам. То есть, ладно, когда, ну, оригинал, допустим, сам был бы не против такого, да, то есть он принял это решение. Ну, а вдруг вторая вот эта вариация, простите, пожалуйста, я очень скриплю, у меня почему-то нога затекла. Так вот, диван скрипит. Так вот, вторая вариация, которая появилась буквально вот в тот момент, да, после сделанного такого снимка тебя, да, и воспроизведения его в каком-то искусственном мире, возможно, она уже пошла по другому пути. То есть, возможно, она именно в тот момент решила избавиться от тебя, от оригинала. То есть, нельзя гарантировать полную безопасность, получается, такой вещь, как жизнь оригинала. Дорогие друзья, когда вы будете читать это, я уже буду полностью внутри ковчега. Как я уже объяснял, для этого нужно всего лишь завершить свою жизнь по окончании сканирования. Чтобы не пугать Кэтрин, я сделаю эту тайну, завернувся на эту жвачку и положив ее в рот перед сканированием. Когда она объявит о завершении, я укушу жвачку, тем самым мгновенно вызву смерть. Когда вы узнаете правду сокрытую за моей смертью, то поймите, что в этом нет трагедии, ибо я одержал победу. Я советую всем вам сделать то же самое, встретиться со мной в ковчеге. Искренне ваш, Марк Саранг. Но опять же, он убил оригинал, то есть, он убил конкретно себя, а та, другая сущность, вторая, она воспроизведенная, то есть, у нее совершенно другая жизнь, то есть, свою личную жизнь он оборвал. То есть, номинально, да, по факту, остается вторая, другая сущность, которая начала с какой-то точки, но первая не является предысторией, ну, как прямым, вот этим вот, вторая не является прямой продолжением, то есть, мы не перерождаемся конкретного что-то, а просто убивается первая, я так считаю. Ну, может, я, конечно, не права, но пока что это выглядит именно так. Карфаген, 7 марта до 1102 года, Марк Саранко, аналитик интеллектуальных систем, это патус 2. Мистер Саранко, руководство компании очень рада тому, что вам удалось распространить нее по всей станции. Мы полагаем, что вы понимаете, какая уникальная возможность вам выпала и что вы сделаете, все, что в ваших силах, чтобы полностью проанализировать и исследовать эту загадку. Для этого вам надо обеспечить доктору Йохо Дуросу возможность управлять Нью со станции Альфа, изучать его другими словами, защитить его от персонала станции. В чрезвычайной ситуации вы можете отправить Джулию Даль со станции Омикрон для силового решения проблемы, но постарайтесь по возможности избегать крайних мер. Нью очень важный и дорогостоящий проект, и мы надеемся на его благоприятное развитие. Наблюдательный совет. Природа идентичности Павлина Мартину. Кто мы? Что значит быть человеком? Наши тела и окружающие нас, среда настоящая, или это мы, или всего лишь наша тюрьма. Трудно получить ответы на эти вопросы, ударяясь в цинизм скептиков или мистицизм романтиков? В этой книге Павлина Мартину профессор философии Карлова университета в Праге представляет вам историю великих мыслителей и их рассуждения о человеческой идентичности. Нет, ну, понятное дело, что человек может, ну, идентифицировать себя и так далее, как угодно, если бы, знаете, оригинал в то же время отключался, как только его сосканировали, да, то был бы еще, наверное, шанс того, что он именно перешел в какую-то другую плоскость, но нет же, ведь он все еще живой, он все еще остается. Ху? Кто? Типа, он пытался изучить, что это такое. Ну, допустим, пойдем пока дальше. Осталось-то всего лишь две кабины. Маттон Фишер. Там кто-то есть? Тихо, тихо, тихо. Не-не-не. Я не это хотела. Ладно. А, свет здесь не работает, поняла. Ах, просто жижа стекает. Ну, зато здесь подхилиться можно. Когда-нибудь под конец мы туда прям голову запихнем, я думаю. что вы делаете? Я знаю, что это выглядит не очень красиво, но так я чувствую себя лучше, проще сосредоточиться. То есть, уже подключайтесь к ней. Так надо, понимаете? Иначе я бы сюда не добрался. Пойдемте дальше. Робин Басс. Тоже, как самоубийца, походу. Я знаю, здесь очень много как можно философствовать на эту тему. Эй. Во, тут кросс. Хорошо, что игра предоставляет такую возможность, как бы философствовать. Кровавый портрет. Ну, мы все равно все умрем. Я пойду в банк, поставленный с орангой непрерывность. Позитивное мышление? Это круто. Наверное. Охренеть, цветок в стекле не разбивается. Киска. Вся семья туда? Или как? Лифто. Лифто. Там мне нравятся такие современные здания вечно на фоне. Чего ты хочешь? Че сейчас за саундтрек такой пошел? А-а-а. Это типа из-за того, что я нашла Бриту? Да? С помощью которой, видимо, все сдохли. Грусть, тоска и печаль. Ну, я его, кстати, вижу. Так, знаете что? Давайте-ка на это мы пока что прервемся, ребят. Я не знаю, что меня ждет дальше, но, видимо, самая жесткая часть на этой станции еще прям впереди. Так что, увидимся с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки, жду ваших комментариев. Давайте порассуждаем, пофилософствуем. Он, как по мне, темы очень интересные. И всегда интересно послушать другие мнения, порассуждать, пофилософствовать. Во всяком случае, мне всегда это нравится, и я с радостью вступаю в подобные дискуссии. Вот. Особенно, когда они продуктивные, это замечательно. Так что, увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока. До встречи.